Всем привет, друзья! Как вас дела? У нас дела замечательно. Мы сейчас будем разбирать Каролинина гардероб, смотреть, что ей подходит, что не подходит, маленькая, не маленькая. Мы вообще каждый сезон делаем так с ее вещами и потом закупаем новые вещи. Если это в Корее происходит, то мы за раз идем и покупаем на сезон, допустим, несколько образов, кучу одежды. Но я поняла просто, что так делать уже не нужно, потому что мы там покупали 10-15 образов, а она просто это не успевала носить. И получается, что это все лежало, а потом дети же быстро растут. Все это приходилось ну как бы раздавать, выбрасывать и все. Поэтому я подумала так, что тем более она сейчас растет, она сама уже начинает выбирать. Допустим, я ей заказываю там 2, 3, 4, 5 комплектов, а все, что остальное ей хочется по желанию, вот тогда мы покупаем. Потому что в итоге выходит так, что она носит всего лишь те вещи, которые ей нравятся. И все. Мама еще до этого там перебрала, короче, Каролину одежду. Ту, которую я заказывала недавно, мы ее сегодня, сейчас я разбирать ее не буду, потому что смысла нет ее еще раз показывать. А разберем именно те, в которых есть сомнения. Вот этот вот рюкзачок мы ее покупали, она вообще его на выход ни разу не носила, по-моему. Просто здесь хранятся вещи ее. Это все хорошее, просто что-то идет. Да, из других еще есть. Давай, Зайка, ты где там была? Поздоровайся со зрителями. Здравствуйте, класс. Как вот дела? Давай, иди, ручки помой. Каролина здесь устраивала себе эксперимент. И помой ручки, и начнем примерку. Вообще, Каролина не хотела примиряться. Вот это все, она говорит, ой, на это все идет 2 часа, говорит, я не хочу. Я пойду мусор поросать потом. Ага, давайте включим Каролине гирлянду. Опа-на, красота. Ну какова. Вот, и здесь. Что-то и гирлянды не включаешь для этого атмосферы своей, Зайца. И вот так красиво в комнате у Каролины. Что скажете? Здесь не обращайте внимания, это Каролинин творческий уголок. Ну все, иди давай, руки мой. У меня еще несколько раз спрашивали про вот этот стульчик. Как он нам нравится, не нравится? Просто обалденный стул, очень устойчивый. Каролина на него и встает вот так вот ногами, и что только не делает, и осанка хорошая. И положение вот этот рост стула, спинки, очень удобный. Короче, стульчик никуда не катается, ничего. Даже я на него сажусь, и мне удобно. Ну что, Заяц? Решили выключить, в общем, эти гирлянды. На камеру здесь не очень. В общем, смотрите, Каролина сразу уже сюда выбросила. Подожди, объясни, я не поняла. К игруме-то понятно, мы выбрасываем, потому что там пятна уже. Это маленькая, и Тедди уже давно ясно была маленькая. Померь, ты его даже толком не надевала. Сейчас как раз его сезон. Я мерила еще тогда, когда... Сейчас померь, пожалуйста. Если мне не налезет, я потом не сниму, это будет на твоей совести. Вот, пожалуйста, Теддик. Его вообще Лера купила в Корее, один-два раза надела, потом приехала сюда, здесь подарила его Каролине. Она тоже его один-два раза надела, и по сути все. Маленький стал. А вон ту... Ну-ка, покажи вон ту курточку. Она тоже. Маловато, да, она тебе уже? Так, это на. Оставляем шапочку? Бикини оставляем? Да. Это уже однозначно оставляем. Ну, это летняя вещь, конечно, оставляем. Давай дальше. Вот эти штанишки. Эти штанишки я примираю их. Тоже выбрасываем? А что с ними не то? Маленький. Куда? Ну-ка, стой, дай сюда. Она не любит. Вот, ну, вот это хорошее. А это, видишь, какая она. Примеряй! Ну-ка, оставь это. Это я заказывала, ты даже ее ни разу не носила. Давай скорее. Она надевала, пожалуйста. На, вот это вот плащ. Давай, Керри, чем раньше, быстрее ты сделаешь, тем быстрее закончим. Классный плащ. Выпарим его. И будешь сейчас его носить. Вместе будем носить. У меня такой же. Давай вот это пример. Вот это, наверное, надо выкинуть. Давай, примеряй. Помните, я заказывала королюню такую куртку? Давай, идти прямо. А так она теплая. Подальше встань. А только сейчас нормально стало. Не, оставь пока. Хотим еще выбросить Каролини на платье школьное. Потому что вот даже сейчас на весну очень короткое стало. Прямо вся задница наружу. И вот здесь с трудом застегивается. Поэтому все, на выброс. Также выкидываем корейские шортики защитные, которые мы покупали. Толком-то я и не носила их. Но просто они уже стали маленькие. Это вот шортики, которые нужно носить под шорты, под юбки, под платье. Ну, чтобы не сверкать труселями. У нас тот спор. Вот Каролина вот эти вот любит свои штаны. И не хочет их выбрасывать. Я говорю, они уже застираны. В карточках. Только их и надевала. Да мне без задницы. Ну, смотри, уже на заднице пятна. Там столько штанов у тебя. Вот эти лосины мы покупали Каролине. И она их один раз надела. И все, больше не хочет. А покупали из-за принта. И все это лежало. Теперь, ну, давай выбрасываем. Что? Вас не нравится? Так, ну, вот она. Вот такая вот кучка образовалась. И, в принципе, мы можем это все уже сдать на переработку. Все стало маленькое. Или надоело. Или надоело. Всем еще раз привет. Мы приехали в Мегу. Мегу белую дачу. Вот здесь сегодня столько народу. Ну, достаточно много. Сегодня выходной. Мы хотим Каролине купить уже одежду, обувь. Точнее, не одежду, а одежды полно. Хотим взять кроссовочки ей. Может быть, туфли, если найдем, то тоже возьмем. Что-то непорядок. Одежды много, а обуви нет. Ну, потому что обувь мы покупаем ей всегда по сезону. И больше, знаете, не покупаем, типа, вот на вырост. Как вот раньше делали. Нет такого. Потому что, когда она станет, как раз она уже становится непригодна для носки, как правило. Поэтому мы сейчас поищем обувь для Каролины. И сейчас Терш еще подойдет. Смотрите, вот эту куртку, которую мы Каролине брали. Она просто вся полезла. Хотя, я не знаю, она ничего с ней такого не делала, чтобы она вся облезла у нее. Почему я на снегу? Ей боляло. Зашли, короче, посмотреть обувь еще и мне. Ну, короче, я так решила Филу. Я больше не хочу убрать вот эти дезрапторы. Мам, можно мне кеды? Кеды? Какого формата? Такие? Мама, это как у меня. Мам, нет, это как у Леди Баг. Я хочу вот эти. Ну, пойдем в детский отдел. Смотрите, какие маленькие кроссовочки. Мам, ты мне еще вот это хочешь купить? Это на выписке из роддома. Ну, он. Каролина увидела бомбочки. А, как вы знаете, бомбочки для ванны – это ее просто слабость. Куда пошла? Пакет бери. Все, спасибо. Давай, пойдем. Майка тоже, видишь? Короткая. Поносится и все. Мы, короче, решили посмотреть суперстары. У них какая-то там новая, именно обновленная версия этих суперстаров. Ну, суперстары – это такая, знаете, модель, блин, классическая. Ну, что, возьмем, знаю, хорошо. А до этого у Каролины Стэн Смиты, да? Они, Стэн Смиты, помнишь, они вот здесь спереди убивались. А у них здесь вот этот пластик. Защитная эта? Они не будут убиваться. Ну, как вам? Ну, суперстары всегда круто смотрятся. Давай, иди встань, пройдись. И скажет тебе, нигде не жмет? Не жмет, не хочет. И вот еще обувь смотрим сразу на лето. Тут увидели, почему бы и не взять, думаю. Походи туда-сюда. Тебе нравятся они? Да, нравятся. Ну, все, Каролина сразу решила, точнее, это Серж решил сразу ей обувь надеть. И вот так вот. Вот так и надо делать. Покема. А чего ждете всегда? Да нет, ну, с обувью-то можно было бы и дома, блин. Счастливо сетей. Надень. У нас это так. Покем или зайдем? Да. Серж тут. Ну, поэтому я хотела взять относительно недорогие на один сезон. Че, зайчонок! Она уже научилась. Помнишь, когда это первый раз маленькая была? Сколько ей там было? Года три-четыре? Морда была такая довольная. А че это она захотела на такое детское? Не знаю. Теперь всех обгоняет. Мы так подумали, лучше взять ей сейчас, наверное, не туфли, а уже босоножки, потому что у нее кеды. Кеды можно и под юбку надевать. Давай, вот выбери вот из этих, зайц. Еще мама себе здесь присмотрела кроссовки вот такие, Puma модель. Чисто белые хотела, поэтому мы пришли спортмастер, посмотрели здесь. В Адидасе, получается, чисто белых, что-то мы не видели. Удобные? Да. Хорошие? Все, что-то пару не можем найти. Нам девушка дала коробку, а там всего лишь одна вот эта часть. Вот, смотрите, как смотрится. Ну, смотрится очень четко так. Puma вообще у них красивая, конечно, обувь. Четкая. Мы, скорее всего, завтра поедем в аквапарк. Отдыхать опять хочется. И хочу Каролине присмотреть купальник новый. Но что-то не могу найти. Знаете, хотела найти купальник в виде шортиков или шорта отдельно. А то, что продается, это все как бы для мальчиков. Поэтому не получается найти. Уже во второй магазин зашла. А я вот маме эти кроссовки на 8 марта. Что, все, пойдем на кассу? Купальников нет. Нету? Прикиньте, всюду очереди. Там просто невероятная очередь. Причем так во всех магазинах. Только в Адидасе не было очереди. В детском мире была очередь. Спортмастерю очередь. Смотрите, сколько людей просто. Мне кажется, может быть, это выходной. Может, при двери праздников. А может быть, потому что 8 марта скоро. Нет, с ней выходной. Очень жарко. Люди здесь залез. Жарко. Мы пришли ждать одежду на переработку. Смотрите, сколько просто народу. Я в шоке. Я в таком шоку. Я в шоке. Мы немножечко устали. Поэтому решили поесть. И, конечно же, это хобо. Осеша же несет. Чай. Я так понимаю, это молочный улун. Ого. Какая вкуснота. Какая вкуснота. Народу просто тьма тьмущая. Мне кажется, даже до пандемии такого не было. Количество народа. Ага. Давай, заяц. Все, кушай. Куда пошла? Ой, смотришь. Давай ешь. Добавляй себе соусы. Каролина хотела еще лимон. Ну, лайм, который вот, собственно. И вот такие еще рулетики. Они очень вкусные и грустящие. В соусы размокаешь. Ну, что, поедим и умрем. Так, давайте. Вот это. Каролина мороженое захотела. Опа, нац. И все застыло. Спасибо. Спасибо. Мы наелись, напились. Просто объелись. Сейчас что мы хотим сделать? Мы хотим поехать в кино. До этого мы думали. Поедем кино или не поедем? Вдруг мы устанем и не захотим? Обычно просто, когда выезжаешь уже из торгового центра, уже ничего не хочется. А сейчас выехали, в принципе, нормально. День длинный. Вот сейчас вот мы едем, как солнечно. Да, все лишь 20 минут шестого. Ну, а сегодня на улице морозно, минус три. И, короче, мы решили, что да, поедем. Правда, места такие дебильные получилось взять. То, что это новинка, вот этот мультик, который Рая. Получается, два места на втором ряду. И одно место спереди я взяла. Ну, я посижу тогда, значит, снизу. Сама. Ну, вы с Каролиной же вдвоем тусите. Обслуживаешь же ты ее. Обычно. Рыбка. Земля уже сухая. Вот, посмотрите. Ну, блин, грязное окно. Ага, земля сухая вот здесь. И все уже. Такое вот небо. Даже вот я ночью, знаешь, выходила на кухню. И небо уже такое летнее. Чистое. И даже звезды видно. А зачем ты ночью на кухню выходила? Не, ну, обычно я там иду. Если, допустим, попить, я там в окошко смотрю. И раньше там, если туман был, то все. Ну, короче, у нас сегодня, Серж говорит, день такой, знаете, как вот раньше, когда еще не существовало короны. Вот мы выходили, допустим, там погулять, да, если. Приезжали в торговый центр, там шопились, потом кушали, потом еще куда-то шли. Допустим, в кино тот же самый, да? Да. Без маски. Ну, сегодня почти без маски ходили. Ну, в некоторых местах все равно нужно маску носить. Мы уже приехали домой. Наконец-то я так спать захотела, после того, как мы поели. В общем, сейчас покажу вам, что мы купили. Каролина взяла вот такую бомбочку здесь внутри. Игрушка должна быть. И еще бомбочку, которая делает этот радугу. Вот такое вот облачко. Из обуви Каролине взяли вот такие адидасики. Они очень легкие. Вот это вот, правда, я думаю, быстро, ну, вот, как-то сказать, станет черное, но ничего. Они вот прям такие легкие-легкие. Плюс в том, что вот здесь можно регулировать и здесь регулировать. Такие адидасики. А, ну, здесь это старая обувь суперстарых, потому что она приехала. И еще вот такие вот туфельки-босоножки. Мы вот, как и первые, примерили. Они как раз стали, сели хорошо и все. Дальше даже мерить не стали. Здесь потому что, вот видите, высокая пятка. Она очень удобная и жесткая. Каролине именно такая обувь нужна. Вот такие вот босоножечки. И мама взяла то, что себе. Вот такие вот пумы. Красиво выглядят. Симпатично. Сержу тоже понравились. Вот такие вот у нас сегодня были покупочки. У нас фильм только через часа два. Сейчас я даже посмотрю сейчас, который час у нас. Да, где-то через часа два. Поэтому мы приехали домой. Сейчас полежим здесь час-полтора. А потом, скорее всего, поедем на такси в кино. И обратно тоже приедем на такси, чтобы не терять парковочное место. Съездим на такси туда-обратно. И сеанс, получается, закончится где-то в одиннадцать, полдвенадцатого. Сразу приедем и будем спать. Каролина хотела борщ, поэтому мама приготовила сегодня уже. А завтра будем кушать. Потому что сегодня мы уже все наелись. А борщ вкусный становится только на следующий день. Что такое? Иди сюда, покажи давай. Что там ты сделала? Такие волосы уже длинные стали. Идем давай. Ну, скорее время идет, а? Ну, быстрее. Сколько у нас осталось здесь фильма? Да, фильма минут 10-15. Смотрите, как Каролина оделась. Уже выросла так вообще. Обалдеть. Очень тебе идут кроссовочки. Я купила билеты онлайн. И купила все по полной стоимости. А вообще, по идее, если покупать, оказывается, билет на кассе, то можно купить детский билет с 30% на скидку. Ну, вообще-то, то есть, детский билет продадут. Начисы один. Бери. Начисы брать. Ну, возьми, если хочешь одну. И начисы дай. Сырный соус. Сырный соус. Вот. Так что имейте это в виду. Некоторые в кинотеатрах, оказывается, так. А я взяла просто три взрослых и все. Взяли, короче, начис. Здесь соус блю-чис. Он, наверное, вкусный будет, да? Да. Дай-ка мне этот. И взяли поп-корн. Я люблю вот такой вот, карамелизированный, чтобы полностью была карамель там. Пойдем. То есть, чтобы не просто, знаете, только некоторые. Пойдем. Все, погнали. Погнали. Ребята. Смотрите, какой кинозал. Видите, сиденье просто бизнес-класс. И здесь есть еще столики. То есть, получается, ты будешь сидеть там, да? Зай сюда. Вы там будете? А я сюда-то-то сяду. Мы поделимся. Да, да. Что, зайка? Мам, я с собой хочу. А здесь, по-моему, свободно было. Где? Вот здесь. Здесь. Ну, сейчас я посмотрю, где занято. Идем, идем, идем. Мам. Что? Оставь там обувь, ничего. Серж не хотел спереди сидеть. Типа экран будет. Смотрите, смотри, здесь изогнутый экран. Слышишь? Экран изогнутый. Слушай, а прикольно здесь, да? Мам, тут еще музыка играет. Я вам бы спокойно отпускать газа. Черт. Стоп, открыть. Стоп, нет, порфель не... А ты меня научишь, как это раздвигать? Мам, смотри, иди сюда вот, смотри. А то у меня не работало прошлый раз. Если ты сюда нажмешь, то ты вот так. Если ты сюда, ты начнешь лежать. Ага, ага, ага. Лежали. Папа, тоже кайфует от сегодняшнего дня. Ну что, фильм мы посмотрели, всем понравился. Ребят, я похожа на азиатку, на... Как там, на раю. Да, Карамину похожа очень сильно. Про Смаму говорят, я похожа. Может, я в Чиктокистану. Короче, классно. Исходите. Я волосы уже собрала. Сейчас поедем домой, будем спать. Время уже почти 11. Сейчас такси вызовем. Я хочу до 12. Не надо. Вот, буду заканчивать этот влог. Ставьте пальчик вверх. Смотрите предыдущие влоги, если вы пропустили. И не спите до 12. Подписывайтесь на мой канал. И увидимся с вами в уже новом влоге. Всем удачи, всем пока-пока. И мы это видео заканчиваем с 12.00. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok